Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу свои раскрашенные работы, а также процесс раскрашивания. И плюс немножко покажу свое хобби – эпоксидная смола. Но это будет в конце видео. Давайте начнем с раскрашенных работ. Показываю, что раскрасила на этой неделе. И вот буквально перед съемкой этого видео я раскрасила вот эту работу с пустынной лисичкой или пельмешек. Как многие называют этого персонажа, раскрасила я пастелью и сняла на видеопроцесс. Выложу я его в рилсы и также оставлю в этом видео. Я думаю, вам интересно будет посмотреть за этим процессом. Как и всегда, с помощью пастели получается сделать плавные переходы, симпатичные. Но эта работа достаточно простая. Вообще, у меня сейчас период, когда сложные работы я не раскрашиваю. Меня тянет только на простые. И следующие несколько работ я сделала в раскраске с мышонком. Рисовала, раскрашивала я здесь акварельными маркерами. Первая работа – это мышонок под дождем. Очень милая иллюстрация. Здесь, как видите, мышонок сидит. На фоне льет дождь. И по нему ползает много улиток. Очень прикольная работа. Маркерами очень быстро получается красить. Поэтому вот я сделала несколько работ. Следующая работа – с лимончиком. Здесь у меня очень странного цвета получился сам мышонок. Ну ладно, я уже не стала ничего исправлять. Получилось, как получилось. Вот эта работа – ягодная лавка. Точнее, тут и орехи, и фрукты, и ягоды. Очень милая работа. И мне нравится, как получилось. Потому что получилось ярко, симпатично. И, как и все, что раскрашивается маркерами, достаточно быстро. Из всех работ, которые я сделала на неделе в этой раскраске, мне это больше всего нравится. Ну и последнее – это вот мышонок сеет что-то, какие-то семена. Его друг червячок выглядывает из-под земли. Тоже супер милая работа, как и все в этой раскраске. Здесь я использовала, помимо маркеров, еще карандаши Дритфунер. Вот, карандашами более нежная, более светлая работа получилась. Все, что не раскрашу в этой раскрасочке, мне нравится. Потому что сами по себе иллюстрации классные. Вот, получается 4 работы в этой самодельной распечатанной раскраске у меня готовы. Также я раскрасила одну работу спиртовыми маркерами. Раскраска японские мотивы. Несмотря на то, что она очень простая, но что-то она у меня залежалась. И вот решила снова активно за нее взяться. Здесь работа тоже совсем легкая. Вот, много цветов. Я не знаю, что на голове у этой японки. Но такая национальная работа. Японка в кимоно с интересной прической. И вот у нее на голове цветы. И плюс какая-то корона. Или вот какой-то интересный головной убор. В общем-то, тоже очень простая работа. Сложные мне пока не даются. Вот, такие работы у меня были. И сейчас я поставлю видео. Я записывала процесс раскрашивания пустынной лисички. Так что, приятного вам просмотра. Я надеюсь, вам понравится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok